Сложно-постановочный групповой портрет. Этого уже достаточно, чтобы называть себя фотографом. Сначала у меня даже друзья бесплатно сниматься не хотели. Эта съемка с Ренатой Литвиновой была перекуплена, перепечатана. Они перепуганы, я перепуганный. Все знают, кто я такой. Валентин Блох – известный коммерческий фотограф, двукратный победитель Всероссийского конкурса фотографий «Бест оф Раша». Работал в знаменитых журналах «Вог», «Джейк Ю», «Плейбой», «Гламур» и «Собака». Сотрудничал с шоу «Танцы на ТНТ» и «Камеди Клаб». Фотографировал коллекции Томми Хилфигер и Пола Ральф Лорен. Снимал для Сбербанка, Газпрома и Мегафона. По образованию художник-иллюстратор, дизайнер. И фотографии так слегка увлекался в любительские во время учебы в институте. Но уже потом, отслужив в армии, уже открыл свой бизнес, рекламное агентство небольшое, да, ко мне попала первая камера цифровая. Это была камера одного из моих преподавателей, который впоследствии стал моим коллегой. И он был редактором одного из журналов, который у нас издавался. Вот. И он, да, у него была камера, которую он почти не пользовался. Вот. И я у него ее перехватил на пару недель. И да, это была любовь, с первого взгляда. Значит, я должен был всю неделю быть на бэкстейджах, снимать, собственно, быт, как девчонки живут, как они репетируют, как они выступают. Но раз в неделю после записи эфира, когда известно, кто уже вылетел, я должен был делать имиджевую съемку. Я говорю, Мигель, я же там новый человек, ну, мне сложно будет. Да, ты будешь мне помогать? Ты что? Я вообще буду с тобой каждую минуту. И вот первая же съемка, после первого же эфира, мне нужно снимать этих девочек, которые просто ошалевшие. И я остаюсь в павильонах ТНТ, пустых. Вообще никого нет. Они перепуганные. Я перепуганный. Что я сделал? Я сделал Линдберга. Да? Как самое для меня понятное. Я подумал, что мне нужно этих девочек, кому-то 18, кому-то там 20. Мне нужно объяснить им, что они женщины, что они красивые, что они сексуальные. И подать их, как настоящих актрис. Сначала мне было никого. Сначала у меня даже друзья бесплатно сниматься не хотели. Ну вот. Потом постепенно, как и все, наверное, фотографы, начинают с каких-то простых частных съемок по друзьям, знакомым, запускают сарафанное радио. Свадьбы, вечеринки, дни рождения, портреты семейных друзей, их детей и так далее, и так далее. Вот. Просто у меня изначально была задача выходить на высокий уровень. Поэтому у меня с самого начала был план. Никогда не ориентировался ни на одного отечественного фотографа. Я ориентировался всегда и учился у самых лучших мировых фотографов. Я анализировал их жизненный опыт, их карьеру, смотрел, что повлияло на их жизнь, в какой момент они стали. И благодаря чему их заметили. Вот. И все это очевидно и очень просто на самом деле. Это работа с глянцем. У всех мировых звезд карьера пошла только тогда, когда они начали работать с глянцем издания. Поэтому я поставил себе цель как можно быстрее попасть и закрепиться в основной состав максимального количества глянцевых зданий в нашей стране. Так и получилось. Интересуют в первую очередь люди и их истории. Я очень люблю разговаривать с людьми, я люблю узнавать их, я люблю читать их как книги, а потом рисовать к ним иллюстрации. Вся моя фотография, по большому счету портретная фотография, это иллюстрации людей. Сотрудничество с Федором Сергеевичем Бондарчуком, Олегом Евгеньевичем Меншиковым, Юрой Борисовым. Некоторое количество портретов различных звезд. И вот Артем Дзюба, например. Наверное, одни из самых ключевых съемок были. Это мои первые съемки, первый сезон работы в журнале «Собака.ру» в Санкт-Петербургском, в флагманском журнале. Это был, наверное, один из важнейших этапов карьеры. Собственно, с чего, наверное, моя карьера как достаточно известного топового фотографа началась. То есть после этих съемок меня заметили в Москве, заметил ВОК, заметили различные издания, журналы, бренды, агентства и так далее. С этого пошла уже такая мощная карьера. И это были, конечно, съемки, которые победили впоследствии в всероссийском конкурсе фотографии «Бест оф Раша». Съемка с Ренатой Литвиновой, съемка с привой балериной театра Эфмана Мария Башовой. Эта съемка с Ренатой Литвиновой была перекуплена, перепечатана в Украине, в Казахстане, в Лондоне, в Париже. Висела на улицах Лондон. Использовалась как афишей у Рената Литвиновой для ее спектаклей. До сих пор они ее публикуют. Из последних лет то, что на меня действительно сильно произвело впечатление, это работа с Федором Сергеевичем Бондарычком, с Паулиной Андреевой, с Тимоти, конечно. Образ, это значит, что мы человека во что-то наряжаем. А я считаю, что человек интересен сам по себе. Все, что на него одевается, это как на елку новогоднюю одеваются игрушки. Мне не интересна одежда, мне не интересен фэшн. Мне вся эта чепуха абсолютно чужда. Мне интересны люди, их глаза, их истории, их чувства. Вот их я пытаюсь передать. Поэтому я, если мы говорим об каком-то образе, я всегда прошу максимально не броское что-то, а такое, что скорее подчеркнет человека, чем его спрячет. Меня ничто не раздражает и не бесит меня. Невозможно вывести из себя. Клиенты — это люди, которых я люблю и очень уважаю. Я стараюсь понять их и всегда вставать на их сторону. Меня раздражает глупость, бездарность и поверхностность других фотографов, которые очень часто людей на своих съемках психологически травмируют. И очень часто ко мне приходят люди, которые настолько боятся уже сниматься, потому что весь их опыт, предыдущий, работая с другими фотографами, их настолько травмировал, что они просто не верят в то, что они могут получиться красивыми. А это происходит из-за того, что люди не хотят учиться. Из-за того, что большинство людей, купив камеры, считают, что этого уже достаточно, чтобы называть себя фотографом. Представьте себе, что съемка — это момент очень глубокого взаимодействия с человеком. Для большинства людей съемка — это большой стресс. Прийти в студию или куда-то еще, быть на улице, когда люди вокруг смотрят, на тебя направлена камера. В этот момент, в этот самый стрессовый момент для человека, у человека вылезают на поверхность все его комплексы. То есть неуверенность в своей красоте, неуверенность в своей фигуре, какие-то зажимы, блоки. Когда-то папа сказал, что ты некрасивая, когда-то парень бросил, когда-то подруга что-то сказала. И все эти вещи вылезают. И когда фотограф своими неосторожными действиями, движениями, что-то ляпнул, что-то сказал, что-то не так сделал, как-то не так снял. Это очень сильно может травмировать человека. Вы же прекрасно понимаете, что один жанр качает другой жанр. Выйдите на улицу, поснимайте, как мальчишки в хоккее играют на улице. Умейте отобрать тот самый ключевой, самый важный кадр. Это принесет в вашу фэшн, условно фотографию, такое мастерство, такое умение чувствовать момент, которое просто фэшн-фотограф, снимающий в студии, никогда в себе не разовьет. Я уже все испытал по отношению к ним в момент съемки. Поэтому они уже не мани. Они уже ушли в народ. Их уже кто-то, очень часто их кто-то копирует, кто-то пытается снять так же. И мне очень сложно. Я уже к ним ничего особенного не чувствую. У меня дома не висит ни одной своей работы, кроме портретов дочки. Невозможно это вывести в какую-то формулу. Скорее всего, ну, то есть, фотографию, как любое искусство или любой объект, можно оценивать с совершенно разных точек зрения. Всего нужно понимать контекст, для чего фотография создавалась. Если это фотография, у которой есть конкретное ТЗ, техническое задание, и она должна, ну, условно, что-то продать, что-то прорекламировать, должен быть хорошо виден товар, продукт и так далее. Тогда мы оцениваем по очень простым физическим каким-то критериям. Да, ясно, резко, чисто, блестяще, не знаю, все ли хорошо читается, понятно ли для зрителя, о чем идет речь. С точки зрения искусства, это все очень аморфные истории, да, все очень размазанные. Здесь всегда очень важно, что хотел сказать автор. И если то, что хотел сказать автор, зритель понял, и на него это подействовало, то, возможно, это... но всегда, всегда найдется кто-то, кто скажет, это говно. На самый гениальный шедевр всегда найдется кто-то, кто скажет, это плохо. Сложно-постановочный групповой портрет. Если вы умеете вот так, вы всегда будете нужны. Каким-то крупным брендам, да, там, для бизнес-портретов, для групповых портретов, для журналов. Есть несколько вещей, которые влияют на художника. Я здесь под художником, имею в виду и фотографа в том числе. Да, это, конечно же, работоспособность бешеная, желание учиться, быть открытым к новым знаниям. Наверное, такая вещь, которую многие называют вкусом или насмотренностью. Я называю это культурно-визуальный бэкграунд человека. То есть то, что он всю жизнь поглощал, да. Если этот культурно-визуальный бэкграунд, он очень скудный, если человек не разбирается в искусстве, не читал ни книг, не смотрел хороших фильмов, слушал очень плохую музыку или вообще ее не слушал, то вряд ли из него что-то талантливое выйдет. Вряд ли он возьмет и начнет вдруг шедеврами во все стороны сыпать. И бывает, что человек, который всю жизнь был в искусстве, но сам ничего не делал руками, но смотрел, читал, вдохновлялся. В какой-то момент он накипел, он берет камеру в руки и вдруг начинается какое-то волшебство, какая-то магия. Мне кажется, что талант — это вещь, в том числе, возможно, приобретаемая со временем. Мне кажется, что все талантливые, до определенного возраста все люди обладают каким-то внутренним светом, да, какой-то вот этой проводимостью энергии творческой. Просто у большинства в каком-то возрасте этот канал перекрывается. Вот. И он перестает чувствовать, перестает тонко, тонко ощущать красивые вещи, замечать их. Просто перестает замечать. Большинство почему-то считают, что коммерческая фотография, определение коммерческой фотографии относится только к работе в рекламе с крупными брендами и так далее, и так далее. Перестаньте строить иллюзии. Не надо себя обманывать. Если вы берете хотя бы рубль за свою работу, вы коммерческий фотограф. Запомните. Занятие искусством это, как правило, ну, это разные корни могут быть, да. Кто-то берет камеру для того, чтобы к себе внимание привлечь. Вот. А кто-то берет камеру в руки, чтобы зарабатывать и выживать. Кто-то берет камеру в руки, чтобы просто, потому что у него просто накопилась творческая энергия. Он много лет ее копил, занимался какой-то рутинной работой, потом вышел на свободу, взял камеру и решил, что ему есть что сказать. И я считаю, что фотографировать могут абсолютно все. Вот. И никому точно. Я могу посоветовать и сказать, что вот этот жанр, например, это не твое. Попробуй себя в чем-то другом. Мечта, наверное, одна из... Как у портретиста, наверное, у меня есть определенная амбиция и желание, чтобы максимальное количество моих великих современников запомнили по моим фотографиям. Спасибо.